Давайте выйдем сейчас за пределы села Туньки, нашей Лидии, и обратимся немножко в другую систему стихосложения, к села Туньки. Да, очень странные стихи. Хотя бы потому, что эти стихи написаны почти 300 лет назад. Почти 300 лет. Это имя мы еще назовем. Антиох Дмитриевич Конселир. Один из первых наших писателей, просветителей. Очень хочется сказать сатирик. Сатирик, потому что писал сатиры. Это правда. Но он не только сатиры писал. Поэтому Грея было назвать Антиоха Дмитриевича просто сатириком. Он много переводил. Он был образованнейшим из его времени человеком. Он был русским послом. И в Париже, и в Лондоне. Он, к сожалению, видите, рано умер. Он был сыном молдавского господаря, которого Петр I в свое время когда-то заметил, да, приблизительно с ним во двору. Конечно, самого Конселира Петр не то, чтобы не застал, но как-то не узнал. Понятно почему, да? Когда Петр умер, Конселиру было едва ли 13 лет. Это не мешало ему, конечно, уже научиться всяческим языкам, в том числе французскому. В том числе почесть то самое знаменитое руководство Николя Фуало. Помните, искусство поэзии. А потом и Горация по-латыни. А потом и Аристотеля по-гречески. И вот решил попробовать. И писать по-русству что-то похожее. Заметьте, ему было 20, может быть, 20 с небольшим лет, когда он начал писать сатиры. До нашего времени они известны. Вот именно так. Сатиры, Конселира. Он написал их 9 штук. Много или мало? Вы знаете. Ну, ясно, что это гораздо меньше Евгения Никита по объему, да? Да, конечно, конечно. Каждая сатира – это строчек 300, 400, 600, не больше. Вам дадут маленький кусочек с самого начала. Давайте для начала разберемся. И что это может вообще все значить? Сатиры, Конселира. Итак, прочтите пока текстами. Просто прочтите. Потом немножко порассуждаем. В первой редакции сначала он написал первый кусочек. Я написал их по-разному, ну, немножко по-разному в первую или окончательную. А вторую точку написал, ну, как бы, одинаково, поэтому мы его здесь. Ну, вы видите, что это действительно первая редакция слева у вас и справа окончательная редакция. Это не случайно тогда, но сначала разберемся с окончательным, как ни странно. Так, да? А вопрос? А в первую редакцию окончательную он писал или первую писал он? Он, конечно, он. Он, это авторской редакции, то и другое. И вполне возможно, проживи его подольше, она бы не была еще и окончательной. Да? Да. А он, что, он стал тяжелевым неприятным? Ну, не знал, что его ожидает смерть. Кто в 36 лет ожидает смерть? А за чего? За болезнь? А чего? Горячка, грипп, не знаю что. В болезнь. Ну, так или иначе, да? В 36 лет он заболеет. Роковой возраст для русских поэтов – 36-37. Значит, давайте сначала разберемся с содержанием, чтобы не было все так грустно. Итак, что бы это значило? Уме – это вообще ко мне. То есть он к уму обращается, да? Уме – недозрелый, плод недолгой науки. Покойся, не понуждая к перу мои руки. Не писав, летящие дни века проводить им можно. И славу достать, хоть творцом не слыте. Ведут к ней нетрудные в наш век пути многие, На которых смелые не запнутся в руки. О чем речь? Давайте подумаем. Герой обращается к уму своему. Правда? Так, что он ему говорит? Покойся. Это как? Не трогай меня. Покойся. 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 Спи себе спокойно. Правда? Не понуждай к перу мои руки. Это как? Не заставляй меня писать. Да не заставляй ты меня писать. Вот она сатира. Не писав, летящие дни века проводите… Можно. Можно? Сами. Что это значит? Дни века не проводить за столом и писать. Конечно. Можно вот эти дни, наши прекрасные, да? Провести не писать. Можно. 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 Можно и славу достать, хоть творцом не слыте. Это что значит? Можно славу достать, хоть творцом не слыте. Что значит? Можно славу достать, ничего не создавая. Совершенно верно. Ведут к ней, то есть к кому? К славе. К славе. Нетрудные пути многие. Это понятно. На которых смелые не запутся ноги. Это тоже понятно. Да. Всех неприятнее то, что боссы прохвали девять сестра. Среди этих путей есть какой-то один, который девять боссых сестер проложили. И что такое за путь, который девять боссых сестер проложили? Это, конечно, девять босс. Всех неприятнее путь к славе, к известности, это заниматься чем? Поэтиком. Не важно, поэтика, искусство. И словно. В том числе. Боги на нем силу потеряли, не дашли. То есть? Не дашли. Не дашли, это до конца силу потеряли. Силу потеряли, не дойдя. Там даже эта форма дебречастия старая. Правда? Нужно на нем потеть и томиться. И в тех трудах всяк тебя, как муру, чушится. Это как? Вот ты, дескать, трудишься, а тебя все, как мор, как болезнь, избегают. Да? Чужатца. Всяк тебя чужится. Смеется, гнушается. Кто над столом гнется, пяля на книгу глаза. Больших не добьется палат. Это как? Большого дома не добьется. Большого дома не добьется, да? Кто сидит себе, уставясь в книгу, да? Правда? Да? Не рассвечено марморами саду. А зачем? Не будет браморных дорожек в саду. А зачем? Не будет браморных дорожек в саду. А зачем? Овцу не прибавит он к отчему стаду. Не будет овцы в отцовском стаде. Верно. И овцы не будет лишней или еще более нужной в отцовском стаде. Да? То есть это путь трудный. Поэтому, возвращаясь к началу, оставь эти заботы. Чего учиться-то? Ты все равно ничего не добьешься. Насколько все это всерьез? Хотя он сам это пишет. Но нулевой. Нулевой серьез это как? Нулевой. 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 Давайте вспомним такое мощное слово. Ирония. 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 Вот это и есть ирония. Вот я к уму своему обращаюсь. Да что меня заставляешь думать? Да не надо. Да поспи себе. Понятно, Чулич? Да. Все равно есть другие пути, которыми и известности, и денег можешь добиться. Правда? Ну вот теперь, положа руку на сердце. 300 лет на сердце. Есть другие пути? Нет. Почему? Давайте оборвать будем. Ой. А почему нет? Это нехорошо. Да. Это нехорошо. Это нехорошо. В речь не идет. Потому что хорошо, что плохо. А? У нас или нет все плохо. Может вы у меня. Ну ну и другое дело. Так. Значит какой путь, условно говоря, лучше, хорошо учиться или плохо. Вот на самом деле, какой вопрос ставит кантемер здесь. Лучше хорошо, потому что она, в любом случае, еле ничего не упадет. Ага, возможно и так. Возможно, да? И заметьте, дальше такая интересная мысль. Следующая. Правда, в нашем молодом монархе надежда всходит в муза немало. Молодой монарх – это кто, кстати говоря? Молодой монарх – это Петр VI. Это уж совсем молодой, чуть побольше. Петр III. Петр III маловато. Для Петра III не дружил кантемер. Значит, Петр II. Он тоже недолго процарствовал, но тем не менее. В нашем молодом монархе надежда всходит в муза немало. Это как? Он подает музам некую надежду, да? Со стыдом и вежда бежит его. Это понятно? Аполлон. Аполлон славы в нем защиту своей неслабу почул. То есть, неслабую защиту почуял, нашел, отыскал в нем Аполлон. Сам Аполлон, почему себе, чтящий свою свиту, видел его самого, и во всем обильно чтится множить жителей порнавских он сильно. Как там, множить жителей порнавских? Поэтов. В том числе, поэтов. Но, на самом деле, Кантемир имел в виду, конечно, не только поэтов. В том числе, вот, служителей, ну, искусств. Кантемир в себе не мыслил только поэтов, честное слово. Я напоминаю, что он был дипломат. Отчасти ученый. Он не создал никаких выдающихся открытий, да? Ну, например, он переводил замечательные французские и немецкие книги. Скажем, Фенелонов о множестве миров. О множестве миров. Человеку начало XVIII века мысль о том, что хоть какой-то мир существует помимо его самого, да? И помимо его собственного мира, и помимо нашей земли, казалось вообще, ну, мягко говоря, странным. В сути, это трактор по странам. Кантемир его переводят спокойно, свободно. Вводят некоторые слова в русский язык, интересные. Но давайте посмотрим, как дальше обосновывает вот эту необходимость, или лучше сказать, убеждает вас с вами в том, что учиться все-таки полезно. Я пока оставлю в стороне редакцию второго и обращусь к редакции последней. Конечно, это только в ступени. Вот только начало. Такое обращение, а честь издевательская. Ну чего он-то? Ты что? Ты чего вообще делаешь? А дальше у Кантемира появляются герои. Первый герой приходит. Это герой с именем Критон. Кто это? Критон приходит с четками. Как вы думаете, это кто, если он с четками пришел? С четками. Он монах, он священнослужитель какой-то. И говорит, расколы и ереси. Науки влюбят дети. То есть говорит, что науки происходят только расколы и ереси. И что происходит? Плохо все. Дети наши, что пред тем, психи и похорны, Пратческим шли следом к Божией и проворной службе, Страхом слушая, что сами не знали. Теперь к церкви соблазну Библию честь стали. Это как? Это теперь не Библию читать стали. Раньше они не слушали просто так. А сейчас читать стали. Толкуют. Всему хотят знать повод, причину. Мало веры подаят священному чину. Потеряли добрый граф. Забыли пить квасу. Не привнешь их валкою к соленому мясу. Уж свечек не кладут. Постных дней не знают. Мирскую в церковных власть лишнюю чаю. Шепчат, что тем, что мирской жизни уж отстали, Поместья и вольщины весьма не пристали. То есть, в том, жалуются у нас То, что власть церкви выходит и приходит власть науки. Дальше у нас появляется другой герой. Сильван. Сильван. От Сильва. То есть... Сильван... Другую вину наукам находит. Учение, говорит, нам голод наводит. Живали мы прежде, не зная латыни, Гораздо обильнее, чем мы живем ныне. Гораздо в недежестве больших хлеба жали, Переняв чужой язык, Свой хлеб потеряли. Это как говорится. Правда? То, что когда не было луки, Они могли есть что угодно. Но когда появилась лука, Они уже узнали, что это Не самая съедобная. И теперь они голодны от того, что... Спереди голодны, вот я не понимаю, зачем. Ну хорошо. Живали мы прежде, не зная латыни, Гораздо обильнее, чем мы живем ныне. Да. Да. А может он намел в этот хлеб свой язык, Чтобы они все говорили в данном языке, А теперь все говорят то и молотые. Ну, до языка еще даже в дело не дошло. Еще даже по-французски, как ты понимаешь, Россия, даже дворянская, не заговорила в эти годы. Да? Так, еще раз. Возможно, потому что он считал, что Много лет назад мы вполне определились Для вот этого учения, Одесса латыни. Конечно. Зачем это делать? Часовники можно честь на всякий день года, Число, месяц и час солнечного всхода, Землю в четверти делить, Без Евклида смыслим, Сколько копеек в рубле, Без алгебры счислим. Понятно, о чем речь? Да. Ну да. То есть, зачем нам какое-то высокое знание? У нас есть вот наши, обычные. Дальше еще один тот против науки. Третий герой выступает. Румяный, Трижды рыгнув, Лукавый, Подпевает. Наука Сотружество людей разрушает. Люди мы к сообществу Божия тварь стали. Не в нашу пользу Одну Смысла дар прияли. Что же пользу иному, Когда я забруся в чулан И для мертвых друзей, Живущих лишуся? Ну как? Для мертвых друзей Вот они, мертвые друзья. Вот они, книги. Из-за мертвых друзей я живу потеряю Из-за мертвых друзей. Совершенно верно. Да? Из-за книг потеряю Их любимых друзей. Правда? Когда все Сотружество, Вся моя вода Будет Чернила, Песок, Перо Да бумага. А песок? Зачем песок? Написал что-нибудь, присыпал песком. Да? Вместо промокашки. Да? Да? Значит, получай там пару. У Киноша Он такой компонейский товарищ. Для него Еще я заберу. Как же так? Зачем учиться? Я потеряю всю свою компанию, друзья. У меня будет совершенно другая компания. Что я не верю с ним на веселье есть? У вас у него героя. Ну, как же он говорит? Он говорит. Кроме таких же как он. Кроме таких, да. Веселье в перах мы жизнь должны провождать. И так она не долга. На что коротаться? Крушиться над книгой, повреждать очи. Не лучше ли с кубком прогулять дни и ночи? С кубком? С кубком. С кубком. С кубком. Да? Фино – дар божественный. Много в нем фроворов. Дружит людей. Подает повод к разговору. Веселит все тяжкие. Высли отымает. Скудость знает облегчать. Слабо их ободряет. Жестоких мечтей. Сердцам упрюмость отводит. И так далее, и так далее, и так далее. Еще целый гимн Фино произносит наши лукавы. Есть еще один герой? Меддор. Меддор. Не пугать помидором. Меддор. Меддор пужит, что чересчур бумаги исходят на печать книг, на письмо. А ему приходят, что не в чем уж ему завертеть завитые пудри. Почему он просит науки? Он даже не просит науки, как показатель. Ему не нравится, что бумаги у него входит. Он бы на что ее и сделал? Пудри себе. Пудри себе сделала. Забейте по себе. Вот так. Для этого нужна бумага, правда? Зачем? Конечно, нужна. Мало щипцов электрических не было. Правда? Надо ставить, надо садить. Вот так вот, чтобы они пились. И получается, что в общем, наши с вами друзья сказали, что науки особенно не нужны. Таковы, слыша слова, и примеры видя. Молчи, умея, не скучай, в незнатности сидя. Безстрашно того житье, хоть и тяжко мнился, кто в тихом углу своем молчаливо таится. «Коли что, дала тебе знать мудрость всеблагая, веселей тайно себя, в себе рассуждая пользу наук. Не ищи, изъясняя тунь, вместо похвал, что ты ждешь, достать улыбку с улыбку». Что же получается? Перед нами, конечно, иллюстрация. Вот такая красивая картинка. Вопрос, надо учиться или нет? Ответ, есть ли по этому тексту? Да не надо, конечно. Да зачем? Начинай, это все, что ты вообще вобрал с ними? И кончается датаистым со своим знанием. Не иди ты к миру. Это и значит сатир. А мы с вами вывод такой сделали. Вот мы увидели этих героев. Этого церковника, критона, с четками, с крестом вот туда. Вот эту луку, который прыгает, начав речь. Мидора, Франта, Сильвана, начотника. Какой мы с вами сделали? Что они не правы. Что лучше жить, не как они, не рассуждать. Хотя они рассуждают интересные и красивые времена. Ну да. Завтра. А мы понимаем, что таких людей, наверное, сейчас уже очень мало. Как сказать? Как сказать? Наверное, чуть меньше, чем тогда. Не важно в процентах отношений, больше или меньше. И это и называется сатирой. Когда мы показываем пример, ну, явно отвратительный. Говорим, что наверное так не надо. Я прошу вас. Сохранить вот эти белые листочки с первой листочкой, с второй. Да? Сохраните их, пожалуйста. Они нам понадобятся. В разговоре о цезуре. Там есть цезура. Подумайте где.